Всем привет! С вами, как всегда, я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите Кулинарную Пропаганду. Лето уже идёт полным ходом, и мироздание нет-нет, да и подбрасывает нам жаркие денёчки. Не знаю, как у вас, а у меня в такую погоду, в обеденную пору возникают странные ощущения. С одной стороны, чувство голода вроде есть, а с другой стороны, например, остейки, даже подумать больно. Да, по всей территории бывшего Советского Союза в это время года чаще всего едят окрошку. А вам интересно, чем в такую жару питаются испанцы? Они едят холодный гаспачо. Это не то томатный сок, не то суп, в общем, нечто среднее. Хочу заметить, что когда впервые лет 10 назад я услышал про это блюдо, посмотрел фотографии, рецепты увидел, то пожал плечами. На тот момент я был абсолютно уверен, что не стану тратить на это блюдо даже 10 минут. Чего там есть-то? Понадобилось съездить в Испанию и попробовать его, так сказать, на исторической родине, чтобы понять, как я был неправ. Продолжим на той стороне стола. Постоянные зрители канала уже прекрасно знают, что отнести меня к вегетарианцам вряд ли получится. Так вот, несмотря на это, выбирая между окрошкой и гаспачо, я становлюсь на последнем. Совершенно потрясающее вкусовое сочетание. Итак, состав. Помидоры, можно даже парниковые. Хорошо бы запастись баночкой протертых. Огурец. Маленькая луковица, вот такая. 2-3 зубчика чеснока. Один сладкий перец. Вкусное оливковое масло, обязательно нерафинированное, это важно. И хороший винный уксус, это очень важно. Все это надо превратить в однородную смесь. Каким образом это сделать, вопрос имеющегося у вас оборудования. Я воспользуюсь вот таким агрегатом. Если у вас такого нет, вы можете воспользоваться, например, погруженным блендером. Вот таким агрегатом. Можно кухонным комбайном воспользоваться. Можно даже через мясорубку все пропустить несколько раз. Только в случае с мясорубкой хорошо бы шкурку помидоров удалить. Она в мясорубке вся не измельчится, это не всем нравится. Для начала нарежу все, чтобы блендеру было проще справиться. Я прекрасно понимаю, что вряд ли мне удалось вас убедить. Но вот честно, не знаю ни одного человека, который попробовал хороший гаспачо и не восхитился. На испанчо его в магазинах пакетированный подают. И даже магазинный очень неплох. Только вот чеснока там маловато. Добавлю оливковое масло. Уксус. Ну и сразу же соль. Минута работы блендера. Гаспачо почти готов. Почти, потому что, несмотря на разбитый в труху чеснок, острота еще не успела разойтись по всему объему. Поэтому я уберу гаспачо в холодильник. И выйдет холодным. Часть всего в наших краях едят гаспачо, добавив в тарелку пшеничных сухариков. Чтобы не зависеть от магазинов, приготовлю их сам. Это у меня обычный магазинный хлеб. На таком обычно тосты собирают. Мне такой не нравится. Он очень мягкий. Но вот для сухариков он просто супер. Сухарики получаются очень воздушные и очень легкие. Застрелю противень бумагой. И выложу сюда сухарики. Теперь немного оливкового масла. Только не надо пытаться все сухарики этим маслом залить. Когда просим не нагреется, оно по проповеди у него расплывется. И каждый сухарик пропитается равномерно. Так, сразу немного соли. И добавлю сухого чеснока. Он в этом деле ведется лучше, чем свежий. По крайней мере не горит. А теперь отправлю их в духовку на 150 градусов с конвекцией, чтобы побыстрее было. Можно без конвекции. Главное посматривать, чтобы сухари не сгорели. Если хотите более интересную подачу организовать, можно сделать так. Нарежу мелкими кубиками отложенные овощи. Вообще говоря, это такой затасканный поварской прием, который между тем неплохо работает. Я имею в виду, что если, например, в тарелке суп-пюре из спаржи, то и украсить его нужно парочкой бутонов этой самой спаржи. Или если подается паста соусом песто, то украшаем ее ингредиентами, из которых это песто делалось. Например, парой листочков базилика и несколько орешков пенни брошу. Это как бы подскажет едоку, что же такое он ест. И насчет консистенции супа. Если вы хотите получить идеально бархатистую текстуру, надо гаспачо через мелкометаллическое сито протереть. Но я считаю, раз суп крестьянский, значит, пусть имеет чуточку более грубую текстуру. Вы же готовьте на свой вкус. И еще. Иногда в гаспачо добавляют хлеб. Это делает его сильно похожим на другой испанский суп с альмареха. Гаспачо настоялся. Сервирую двумя способами. В эту тарелку немного сладкого перца, немного огурцов, немного помидоров и чуть-чуть хамона. А в эту тарелку немного сухариков. И в обе тарелки чуть-чуть оливкового масла холодного отжима. То, что называется экстра-верджин. Гаспачо готов. Давайте снимать пробу. Он прекрасно настоялся. Чесноком пропитался. Оливковое масло дает свой неповторимый аромат. Каждый вот этот сухарик тоже пахнет чесноком. Кстати, сухой чеснок лучше использовать, чем свежий, когда вы делаете сухарики. Свежий как-то неравномерно подгорать начинает. Вот это просто изумительно. В жару идеальное блюдо. А теперь пойдемте по второй. Съемочная бригада интересуется, что им останется. Ничего не останется, похоже. Второй вариант. Ресторан его назовем. Более красиво выглядит. Свежие овощи добавляют на зуб. Ощущение. Есть что пожевать. Но мне милее по душе вот этот крестьянский вариант. Просто с сухариками. Они хрустят. Создают отличную консистенцию. Просто прекрасно. Впрочем, выбирать вам. Оба варианта. А можно вообще все смешать. Можно какой-то один ингредиент здесь использовать. В общем, фантазируйте. Не успел оглянуться, как съемочная бригада, оголодавшая смела и гаспачи в один момент. А я совсем забыл, что хотел туда положить еще мелко нарезанных маслин в качестве вкусовой добавки. Черных. Рекомендую вам попробовать. Я прекрасно понимаю, что мне, скорее всего, не удалось вас убедить приготовить это простецкое блюдо. Но все-таки еще одна попытка. Попробуйте. Вот правда, возьмите, попробуйте. Это же совсем недолго. Но это очень вкусно. И самыми важными ингредиентами этого блюда являются хороший, яркий, дорогой, наверное, винный уксус, лучше темный. Ничем другим его не заменить. Он очень экономно расходуется. ПОТРАТЬТЕСЬ. Вам хватит одной бутылки на год, а то и на два. И хорошее, вкусное, ароматное оливковое масло холодного отжима. Тоже дорогая штука. Но это приправа. А на приправах строится вся кухня. На сегодня это все. Спасибо вам за внимание. Спасибо за комменты, за лайки, за репосты. За критику тоже спасибо. Пишите под видео, что вам хотелось еще увидеть. Если смогу, приготовлю, сниму. Заглядывайте в ВКонтакт, в Инстаграм. Все ссылки можно найти на главной странице канала в уголочке вверху. Либо под описанием видео. Там появляются рецепты, которые я не снимаю, а публикую в виде фотографий. Спасибо за компанию. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok